С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. В Ненецком округе продолжается празднование главного профессионального праздника оленеводов и чумработниц – День оленя. На этот раз наша съемочная группа побывала на Тимане, в районе реки Белый, где кочуют бригады сельскохозяйственного кооператива СПК «Индига». Вертолетом Наринмарского объединенного авиаотряда к месту празднования доставили подарки, провизию и, конечно, гостей. О том, как прошел праздник в тундре, смотрите в следующем репортаже. Только самые сильные олени удостоены такой чести – участия в традиционном соревновании, гонках на оленях-упряжках. Интересно то, что для езды используются только холостые олени. Они сильно отличаются по скорости бега и выносливости. Только за один день животные могут преодолеть с легкими нартами до 300 километров пути. По словам опытного оленевода и ветерана своего дела Литкова Алексея Алексеевича, управлять упряжкой, как и быть оленеводом в целом, сможет также далеко не каждый. Зоркость, мастерство, это вот сани, что-то надо с ним делать, это все. И, ну, талант нужен. Самый просто, родиться надо в тундре. Родился и вырос в тундре и сам Алексей Алексеевич. Оленевод в третьем поколении он, как сейчас, вспоминает те времена, когда все было совсем по-другому, когда тундра и олень – это была не работа, а жизнь. Это была наша жизнь, а сейчас, получается, сейчас работа. Кочевали это как по сезонам, да, это вот в зимнее время мы уходили на запад весной. Ну, вот как гуси летят, вот важно, то есть самки, отел, они идут на свои родные места. Вот, мы тоже сами, самое за ними, можно сказать. Помимо самого зрелищного соревнования гонок на оленях у пряжках, оленеводы также соревнуются в прыжках через нарты и метании тензея на хорей. Ну, пряжки, видишь, так, чтобы вас не ударить, потом переворачиваются, и это уже копье натуральное. Так что, это тоже оружие. Крупно-табунное оленеводство ненцев невозможно без ненецкой лайки. Собака, да, это самое-самое, самое такое, то, что они первые помощники оленеводов. Если, хоть быть, какой ты талант, оленевод, но если у тебя собаки нету, ты никто. А если собака хорошая, вот сейчас грибное время, сейчас грибы пошли. Олени очень любят грибы и бегают. И то, что собака хорошая, она ведь, чтобы всех собрать, это ей надо бежать. Для ненцев олень – это всё. Питание, транспорт, источник материала для одежды и жилья. Северный народ издревле почитал этого священного животного тундры. С 30-х годов прошлого века оленеводы ежегодно стали проводить национальные соревнования. А в 2007 году День оленя стал официальным праздником региона. Хочется поздравить всех оленеводов, чумработниц, тружников тундры, ветеранов оленеводцев. Хочется поздравить с традиционным праздником Нейского автономного округа – Днём оленя. Хочется пожелать им здоровья, надежды на светлое будущее. Ещё хочется добавить, чтобы был всегда достаток, но мы всегда стремимся к лучшему и будем стремиться, я думаю, все присутствующие присоединятся к поздравлениям. Ну и самое главное – здоровье, здоровье в нашем нелёхом труде. Сегодня в СПК «Индига» трудится пять бригад. Общее поголовье насчитывает порядка 11,5 тысяч оленей, не считая частного поголовья. Торжества по случаю празднования Дня оленя в Неницком округе проходят в течение нескольких дней. В этом году мероприятие проходит с 29 июля по 6 августа. Всего оленеводством в Неницком автономном округе занимается 12 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 9 семейно-родовых общин и одно государственное предприятие. Неницкая агропромышленная компания. А всего на северных территориях России сосредоточено около 70% мирового поголовья оленей. В полном восторге и от мероприятия, и от уклада жизни коренных малочисленных народов Севера – гости праздника. Просто радость от того, что побывал в гостях у больших, сильных, добрых людей, которые кормят нас, которые дают нам мясо, дают нам, можно сказать, жизнь. Временное стойбище для празднования Дня оленей в Испокоиндиго ежегодно разбивают в долине реки Белой, где находится государственный природный памятник «Каменный город». Мягкая порода осадочного происхождения настолько измочалена суровым температурным и водным выветриванием, что сильные ветра выдувают из бесформенных булыжников удивительные статуи и памятники, столбы и арки. Здесь можно увидеть вазы, динозавров, фигуры людей и животных, шахматные фигуры и полуразрушенные здания. Настоящий каменный город. Повсюду лежат целые россыпи белого, переливающегося, как снег песка, такого, какой не встретишь на самых фешенебельных курортах. Тундра тоже удивляет. Вместо стандартного мокрого болота, покрытого мхом, карликовой березой и ивой, здесь приятная сухая поверхность, покрытая ягелем, камушками и песком. Кто хоть раз побывает в этих прекрасных местах, не испорченных человеческим присутствием, забудет о городской суете и ощутит полное единение с природой.